МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рост ВВП Казахстана в пределах 3-3,5% прогнозируют в следующем году в Международном валютном фонде. Сегодня были представлены предварительные результаты консультации этого года, включающие ежегодный обзор экономики нашей страны и программы оценки финсектора. Снижение темпов роста ВВП аналитики объяснили уменьшением объемов добычи нефти в связи с задержками в реализации проекта расширения тенгизского месторождения. Что касается финансового сектора, то, по мнению специалистов МВФ, нужно законодательно запретить использование госсредств для спасения коммерческих банков, испытывающих финансовые трудности. При этом в МВФ считают банковскую систему Казахстана на данный момент устойчивой. Большинство банков обладают достаточной ликвидностью. Казахстан ставит перед собой масштабные цели в плане ускорения экономического роста. Мы знаем, что и президент страны поставил определенные задачи в этом направлении. Для того, чтобы их реализовать, необходимо провести ключевые реформы. Цифровой тенге в Казахстане внедрят до 2025 года, заявили сегодня в Нацбанке. Отмечается, что новая форма валюты поможет развивать платежную систему страны. Как отметил председатель национальной платежной корпорации Бинур Жаленов, умные деньги отвечают всем требованиям безопасности и сохранности. К реализации проекта Нацбанк приступил в этом году. Первая транзакция с цифровым тенге была проведена в ноябре. В следующем его планируют масштабировать с банками-партнерами. Там основной упор будет на оффлайн-платежах и инновационных сервисах, отмечают специалисты. Цифровой тенге может поддерживать полный оффлайн. То есть даже если нет связи 3G или чего-то еще, в принципе отсутствует связь. Оплата в цифровых тенге все равно будет возможна. Я, к примеру, ну давайте для упрощения, сохранил несколько тысяч цифровых тенге на свое устройство, поехал куда-то в отдаленный регион, там нет интернета, там есть у другого человека тоже смартфон, и при косновении своего смартфона к его смартфону передача цифровых тенге может произойти. Ну и по поводу интернета. Вопрос подключения интернета компании Starlink в Казахстане на законодательном уровне урегулируют в следующем году. Пока использовать такие технологии в стране незаконно. Об этом в правительстве сообщил министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности. По словам Багдата Мусина, для того, чтобы интернет Илона Маска стал доступным для казахстанцев, необходимо внести поправки в закон. Он также напомнил, сейчас в пилотном режиме к спутниковой системе подключают 10 сельских школ. Старлинк – это новая технология связи. И буквально три года назад им для того, чтобы предоставлять услуги связи, необходимо было устанавливать оборудование здесь, на территории, и интегрироваться с местными сетями связи. Сейчас у них уже нет необходимости устанавливать соответствующее оборудование на территориях стран, где они могут оказывать услуги. Это было заявлено буквально в этом году, поэтому у нас закон, конечно же, под это еще не изменен. Между тем, казахстанцы все чаще получают справки через смартфон. С начала года оказано более 2 миллионов госуслуг. Это в 6 раз больше, чем в прошлом году. Население получает электронные доверенности, покупает и продает автомобили онлайн, оформляет ипотеки и получают другие услуги. Как сообщил Багдад Мусин, внедрение проактивных услуг будет продолжено. В следующем году в школах и на производствах будут принимать справки только в электронном формате. Процесс назначения пенсии станет проще. Доказать стаж работы можно будет без лишних документов. Сейчас в разработке проекты по отмене 12 справок, требуемых при трудоустройстве, оформлении пенсии, подключении к интернету, сдаче деклараций и при постановке в очередь в детский сад. Регионам не хватает стратегического планирования. Особенно ярко это видно в сельской местности. К такому выводу пришли авторы сборника аналитических материалов по вопросам социально-экономического развития. Издание презентовали сегодня. Моя коллега Цинара Женбатырова прочитала книгу и готова рассказать, кому она будет интересна. Этот небольшой сборник может стать настоящим методическим пособием для управленцев в регионах. Аналитика с новыми подходами и работающими инструментами о том, как развивать экономику в области, издано всего в трехстах экземплярах. Презентуя этот сборник, председатель Сената напомнил, что год назад страна поддержала курс президента на политические изменения. И то, как они уже повлияли на экономику, можно найти в этой книге, подчеркнул Маулина Шимбаев. Год назад, 20 ноября, состоялись президентские выборы. И казахстанцы подавляющим большинством поддержали курс на построение справедливого Казахстана, поддержали предвыборную программу, поддержали лично Касмжамарта Кемелыча Токаева. За прошедший год очень многое было сделано, и, собственно говоря, во всех сферах жизнедеятельности нашего государства. Большие изменения произошли в политической системе Казахстана. Состоялись у нас по итогам этих изменений президентские выборы, парламентские выборы. Прошли они по новой избирательной системе. И, по сути, мы фактически перегрузили всю политическую систему нашей страны и все ключевые политические институты. Члены Клуба молодых экспертов совместно с участниками проекта «Школа аналитики» исследовали материалы по шести направлениям социально-экономического развития страны. Это аспекты инфляционной, региональной политики, сферы транзитно-транспортного потенциала и роль бизнеса в образовании. Вместе с тем мы пришли к выводу, что у нас недостаточно развито стратегическое планирование на уровне регионов и особенно сельских районов Казахстана. Мы предлагаем взять за основу цели устойчивого развития и внедрить их в планы развития областей. И вообще планы развития областей трансформировать в стратегии устойчивого развития. Материалы содержат анализ текущей ситуации, рекомендации и инструменты. По сути, в этой книге четко описана проблема и ее решение. Отдельный блок – реализация молодежной политики. Мы проанализировали текущую ситуацию молодежи, учли зарубежный опыт и дали рекомендации, исходя из особенностей нашей страны. Вышли очень интересные исследования. Особенность в том, что это научный документ с критическим взглядом. В своих материалах молодые эксперты показывают, как важно планировать стратегически и принимать решения обоснованно, основываясь на фактах, статданах и, безусловно, специфике отрасли в определенном регионе. Динар Жамбатырова, Айнур Куатка, Засхат, Каракошев, Хабар, 24. Юридическая защищенность медиков предусмотрена в законопроекции, которая сейчас на рассмотрении депутатов Мужелиса. Законодательно закрепить статус врача в своей предвыборной программе обещал президент страны. Какие изменения предусматривает пакет поправок, расскажет Сабина Рахимбай. Этот случай произошел в сентябре. Буйный житель Шимкента напал на медика в центре гипербарической оксигенации. Туда он поступил с отравлением неустановленной жидкостью. Мужчину задержали. А незадолго до этого, похоже, инцидент произошел в Талгаре. Родственники скончавшегося пациента ворвались в отделение реанимации, напали на врача и других медработников. Вот так зачастую происходит. Люди, оказывающие медицинскую помощь, сами в ней нуждаются. Количество нападений на людей в белых халатах растет. Поэтому необходимо защитить их на законодательном уровне, уверены депутаты. Также в 7-й клинической больнице в городе Алматы было нападение и избиение нейрохирурга, где его ударили по голове железным лотком. И сейчас у нас в Можелесе рассматривается законопроект о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. В рамках этого законопроекта рассматриваются вопросы страхования профессиональной деятельности медицинских работников. Новелла также предусматривает финансовую и юридическую защиту, обращение ответственности за врачебную ошибку. Еще один пункт в документе – повышение статуса медицинских работников. Впервые будет введена награда «Заслуженный врач Казахстана». Разные бывают, скажем, нападения на медицинских работников по разным статьям. На сегодняшний день в действующем законодательстве отдельные медики не разделяются. Был разработан законопроект, сегодня в парламенте данный законопроект рассматривается. И там конкретно уже, что касается медикам, мы усилили нормы, чтобы, учитывая те резонансные случаи, те, скажем, заслуги наших медицинских работников во время пандемии, это сейчас очень активно поддерживается нашими депутатами. В Казахстане сейчас насчитывается больше 70 тысяч врачей и свыше сотни тысяч средних медработников. Цифры внушительные, тем не менее, в отдельных регионах есть дефицит специалистов, говорят эксперты. Новый законопроект позволит повысить роль медиков и привлечь новые кадры, считают в Минздраве. Проект закона, в случае его принятия, он позволит, конечно, в значительной степени придать уверенность медицинским работникам в своей работе, дать определенную свободу своим действиям и, в общем-то, дополнительный приток медицинских работников в отрасли здравоохранения должен, я думаю, обеспечить. Потому что многие именно боятся этой ответственности, боятся нанести вред пациенту, даже своими несознательными действиями или связи с какими-то осложнениями, которые не зависят от врача. Работать в режиме 24 на 7, да еще и с риском для собственного здоровья, непросто. Нередко у специалистов случается выгорание и пропадает мотивация. Соответственно, это сказывается на качестве оказания услуг. Ситуация кардинально поменяется, когда условия работы будут улучшены, объекты здравоохранения обеспечены необходимым оборудованием, а сами медики защищены законом. Все это предусмотрено в новом законопроекте. Сабин Рахимбай, Мухаммед Талитилдабаев, Хабар, 24. Около двух тысяч человек может обслуживать в год новый перинатальный центр, открытый недавно в Алматы. Здание площадью 4 тысячи квадратных метров оснащено современным оборудованием, которое позволяет оказывать своевременную помощь новорожденным и их мамам. Наргиз Докижанова продолжит. Для Натальи Сейдали это первые роды. В центр она обратилась по рекомендации подруг. Именно профессиональный подход и современные условия стали решающими в выборе клиники. По словам Натальи, с момента обращения и до сегодняшнего дня в центре за ней и ребенком очень внимательно наблюдают врачи. Ведь послеродовой период очень важен. Роды прошли без осложнений. Меня моя команда поздравила, отметили, что какая я молодец. Мы вместе это сделали общими усилиями, хотя у меня было три показания на Кесарева, но я прошла через естественные роды, благополучно. Прямо сейчас врач-неанатолог осматривает новорожденного малыша, фиксирует все изменения, то есть в динамике следит за здоровьем ребенка. В помощь медикам тут не только современное оборудование в палатах, но и оснащенные операционные залы, отделения детской и взрослой реанимации. Реанимация новорожденных у нас оснащена таким оборудованием, как ИВЛ, кювезами. Она оснащена ультразвуком для того, чтобы мы вовремя могли диагностировать ту или иную патологию новорожденного. Также оснащено данное лечебное учреждение диагностическим оборудованием для беременных. Которое позволяет также диагностировать некоторые моменты во время беременности. Здоровье малыша начинается со здоровья матери, говорят врачи. Здесь, в стенах учреждения, этому придают большое значение. Весь спектр медицинских услуг женщина может получить, не выходя из этого центра. Палаты у нас индивидуальные. Мама находится с малышом, может присутствовать партнер. Все манипуляции у нас происходят в согласии мамы и в присутствии мамы. К тому же мы придерживаемся, чтобы ребенок с момента рождения не разлучался с матерью. Пока мама находится в клинике, мы каждый день осматриваем ребенка, взвешиваем, учим маму кормить грудью и ухаживать за малышом. Качественная медицина для каждого жителя страны – цель президента, которая была обозначена им еще в предвыборной программе. И этот перинатальный центр – еще один шаг к цели. Наргиза Токижанова, Эдуард Ко, Хабар-24, Алматы. Продолжаем выпуск. Больше 80 тысяч ампул медицинских препаратов, содержащих психотропные и наркотические средства, а также 86 тонн ядовитых веществ изъяли полицейские в Казахстане. В МВД озвучили результаты пятидневной операции Дармек. По данным ведомства, препараты хранили ненадлежащим образом, нарушая правила. За это к административной ответственности привлекли свыше 200 человек, в том числе 79 медработников. В ходе проверки одной из столичной поликлиники выявлен факт нарушения правил хранения и обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами. Всего изъято 150 ампул. Нарушение допущено было старшей медицинской сестрой лекарственного препарата «Морфин». Наркотический препарат. Экс-вице-министр и депутата Нуржана Альтаева осудили на 10 лет. Его также пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Столично специализированный межрайонный суд установил, что бывший вице-министр труда и соцзащиты с февраля 2018 года по июль 2020 за лоббирование интересов нацпалаты предпринимателей Атамикен получил в качестве взятки 115 тысяч долларов и чуть больше 8 миллионов тенге через посредника. Вину подсудимого доказали показания свидетелей и телефонная переписка. Приговор в законную силу не вступил. Напомню, Нуржана Альтаева арестовали в июне. По этому уголовному делу проходили 18 свидетелей. А в Хазлардинской области задержаны трое подозреваемых в организации финансовой пирамиды. По версии следствия, под видом сетевого маркетинга они вовлекли в финпирамиду 35 жителей области, которые вложили в якобы доходный бизнес почти 44 миллиона тенге. Решением суда подозреваемые арестованы. Сейчас ведется досудебное расследование. Другим темам триллионы тенге направлены на строительство и модернизацию детских садов, школ, а также на выплату адресной социальной помощи. Образовательные реформы президента меняют отрасль. За год проделан большой объем работы. Предвыборная программа главы государства повлияла на судьбу миллионов казахстанских детей. Так считает депутат Асхата и Магомбетов. С начала учебного года бесплатным питанием обеспечили всех учащихся начального звена, а это 1,4 млн детей. На эти цели из местных бюджетов выделили 25 миллиардов тенге. Питанием также обеспечили школьников 5-11 классов и социально уязвимых категорий, а это больше 200 тысяч детей. Активно реализуется и национальный проект «Комфортная школа». В течение двух лет в стране возведут 369 школ нового формата. Проводится и реновация действующих учебных заведений. Ежегодно в них открываются современные кабинеты робототехники, химии, биологии и физики. К сожалению, до этого с бюджета выделялось недостаточное количество средств. Ежегодно выделялось порядка 100 миллиардов тенге. И вот по поручению президента разработан национальный проект «Комфортная школа» в рамках него уже выделено 2,4 триллиона тенге. Более 800 тысяч мест будет построено. И самое главное, что это совершенно другие школы по материально-техническому обеспечению, по качеству. На отсутствие доступной среды жалуются жители Северо-Казахстанской области, имеющие инвалидность. Ежедневно они сталкиваются с различными трудностями. Местные власти пытаются создать для них условия и с начала года адаптировали почти 120 организаций. Достаточно ли этого, выясняла Диана Салихова. Андрею Ращепкину год назад дали вторую степень инвалидности. Мужчина передвигается на коляске. В город выезжает редко. В основном маршрут лежит в поликлинику или управление соцподдержки. Говорит, часто приходится сталкиваться с трудностями при передвижении. Ну, бывает, что вот эти, как через дорогу переезжаешь, бывает, что сильные крутые подъемчики. А так более-менее нормально. Мне приходится разворачиваться, там высоковатый подъем. Люди у нас хорошие. Даже в автобус меня загружают. Тем не менее, на помощь прохожих рассчитывать получается не всегда, говорит Андрей Ращепкин. Крутые спуски, узкие проходы, отсутствие тактильных полос. С такими проблемами люди с особыми потребностями сталкиваются почти каждый день. К примеру, жители этих домов просят обратить внимание на неудобный переход через трубы. С этой проблемой в Акимат обратился местный активист. Здесь установили поручень, правда, только с одной стороны. Представим, что у меня нет одной руки, именно левой. Как мне, инвалиду-колясочнику, передвигаться именно по этой поршне на ту сторону? Это создает определенное неудобство. Если устанавливать, то нужно устанавливать с обеих сторон. Другая проблема. Вот можно посмотреть поближе, как здесь они установили. Я не думаю, что у нас руки настолько длинные, что позволит коляску вот здесь будет проезжать, но рука будет вот так вот вытягивать, дотягиваться. Между тем, по данным местных властей, для создания безбарьерной среды в регионе создали 14 мониторинговых групп. Предприниматели устанавливают пандусы, появились в городе и новые автобусы с подъемником. Если при посещении объекта есть какие-то недостатки по адаптации объектов, им даются рекомендации, они, собственно, потом даются время на устранение данных, нарушений. Потом осуществляется повторный выезд. Если не исправили, то мониторинговая группа может обратиться еще раз с предложением об устранении данных нарушений или же обратиться в департамент комитета труда. Всего в области проживают около 25 тысяч людей с инвалидностью. В этом году в регионе для них адаптировали 118 зданий. В основном это школы, больницы, объекты культуры и спорта. В Шемкенте восстановят заброшенный дворец культуры. Долгие годы здание пустовало. В нем отсутствует сцена, выбиты окна и двери, и стены, и потолка вырезана арматура. Здание когда-то принадлежало фосфорному заводу, а затем перешло в частную собственность. Как сообщили в департаменте госимущества и приватизации, нынешний владелец решил подарить его городу. О возрождении дворца культуры местные жители просили давно. В СДК у многих связаны хорошие воспоминания. По данным Акимата, само строение планируют реконструировать территорию вокруг, благоустроить и открыть в нем дворец молодежи. Было проведено неочередное собрание участников ТО, на котором было принято решение о передаче его в коммунальную собственность Акимата города Шемкент по договору дарения. У самого ТО нет возможности содержать это здание. Здание приходит в упадок, разрушение, разграбление. Крупный животноводческий комплекс открылся в области ЖТСУ. Коров породы казахская белоголовая завезли в Кратарский район и выращивают их на откормочной площадке. В будущем планируют реализовывать мясо на отечественном и зарубежном рынке. Подробнее расскажут мои коллеги. Руководит новым комплексом ветеран отечественного бокса Михаил Юрченко. Разводить именно казахскую белоголовую решили в этом регионе с учетом местного рискоконтинентального климата. Именно эта порода крупного рогатого скота устойчива к неожиданным переменам температур. При хорошем рационе в сутки дает превес почти до полутора килограммов. Этот год, зиму, мы будем наблюдать. Сейчас у нас запланирован перевес кота. Будем смотреть, сколько мы набираем за месяц. И в дальнейшем будем планировать, как поголовье будет набирать вес массу. Посудимы со специалистами, постоянно отрабатываем рацион кормов. Под наш климат мы делаем свою коррекцию. С 2019 года в Каратальском районе открылись шесть крупных животноводческих хозяйств. А в целом количество таких малых и средних предприятий перевалило уже за 380. В этом году они реализовали на отечественном рынке 8 тысяч тонн мяса. В следующем году планируем запустить в действие еще два крупных откормочных комплекса. На сегодня уже полностью готов бизнес-план. Благодаря новым предприятиям объем производства мяса доведен до 12 тысяч тонн в год. В области ЖИТСУ сейчас работает 75 крупных откормочных площадок, где содержат порядка 30 тысяч голов крупного рогатого скота. До конца года фермеры региона произведут 130 тысяч тонн мяса. Гульнар Жантасова, Хуан Штургенбаев, Хабар, 24, область ЖИТСУ. В Семее возобновила работу конная полиция. Теперь в парках, скверах и на набережной за порядком следит кавалерийский взвод. Всего улицы города патрулируют 10 полицейских наездников. Особое внимание стражи порядка уделяют дачному массиву, где отмечается больше всего правоторушений. У нас кавалерийский взвод. Там есть у нас своя конюшня. Все в рамках госзакупок мы закупаем корм. Содержится там. Есть сотрудники, которые непосредственно занимаются. Полностью все отличаются всем требованиям. То есть отличительные, опознавательные. То, что там надписи светоотражающие в ночное время. Новую технологию строительства автодорог внедряют в Шемкенте. Метод, по словам специалистов, значительно экономит бюджетные средства. Дорожную смесь там сразу укладывают на поверхность грунта без предварительной подготовки. То есть без укладки камня. При этом не требуется асфальтоукладчик и каток. Все уплотняется под собственным весом. Достаточно перекрыть движение машин на 4 часа. Пока в виде эксперимента сделали 400 метров дороги. Ее уже обкатывают большегрузы. За счет такой технологии в мегаполисе хотят за короткое время решить вопрос с грунтовыми дорогами, которых много на окраине. Это примерно 158 километров. На основаниях обработанного холодного ресайклирования сверху укладка микросерфекции. Это в Шемкенте впервые. В Казахстане больше такого нигде не экспериментировалось. Будем эту дорогу сейчас под наблюдением центра качества. И мы будем наблюдать. Мы хотим посмотреть, как она себя зиму проведет. Намара за стойкость. К этому часу у нас все. Увидимся в 20 на ноль. КОНЕЦ КОНЕЦ